всем привет алюминий мы сегодня будем заливать в ту же самую центрифугу только горизонтально посмотрю будет внутри теперь конус или нет потому что в прошлый раз кто видел ближе к низу к дну был конус все равно даже хоть и вращение было тысячу оборотов вот сегодня опять тысячу оборотов но заливаем горизонтально алюминий зарядил начинает прогреваться там все шарик который точил прошлом видео и кусок еще раз уже переплавленный сейчас он нагреется расплавится и будем выливать так сегодня еще для частоты все-таки закинули кусок дегазатора сейчас я проколю и закину потом в конце видео в конце плавки и пирометр протестирую сколько смотрел таблицы даже для алюминия есть разные цифры то есть просто алюминий 0 3 эмиссия окисленный алюминий 07 попробую поставить 07 и проверю термопары как она будет показывать если нет то придется мерить туда тигель чугун если будет сильно большие расхождения в температуре но теперь продолжаем ждем когда расплавится центрифугу я подвесил на одном болту вот он висит то есть маховика трактора там двигатель и так далее все вы уже видели и короче 45 герц я даю то есть чуть меньше тысячи оборотов 50 герц начинает вибрировать дисбаланс а так и есть так вот этим вот пидрометром облом у меня получился на улице ниже нуля и все он не работает нихера им до весны короче только картошку жареную мерить а для плавки куда плавишь все равно на улице по-любому роликов 20 на пересмотрел хоть бы один бы за их носа что ниже нуля он не работает дрочку купил какую-то до весны теперь термопарой для мерить ладно я обзорчик никакой ну ей же профессионалы рассказывают прям все детально отлично хоть бы один заикнулся вы этих продавцов все по-английски хер поймешь всего извините за этот выхлоп из меня будем мерить термопарой так на сегодня с пирометром подкололся хваленая дюрасылка простояла два дня в нем стрельнул всего несколько раз там в морозилку в печку на себя и в итоге время пришло замерять температуру а он даже не включается снял батарейку замерил 47 вольта показывает если а поздно уже очнулся кинулся у меня в токовых клещах уже год стояла батарейка и она показывает 9 и 6 вольт вот сейчас поставил уже поздно стенка показывает 31 батарея показывает 69 вот это работает так что следующую плавку может быть получится с пирометром если это не пирометр сажает батарейки но за два дня не может он с 9 вольт в половину посадить думаю так так что будем надеяться что следующая плавка получится с ним немного еще потерпите тигель уже вон какой красный сейчас алюминий пойдет плавится пока прогревается форма час дегазатор запульмем алюминия сегодня мало дегазатор там на дне нормально играет хоть колокол весе и не утонул колокольчик но играет потому что дегазатор он у меня выглядывал даже из колокольчика длинноватый кусочек сюда взял ну все переиграет будем заливать чего-то у меня сегодня все мотыляет ну ладно выливаем все так а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Ну всё, теперь будем скрывать, смотреть, что получилось. Сейчас я её разберу и покажу. Думаю, прогрев формы всё-таки свой эффект даст. Потому что в прошлый раз, помните, я её погонял, когда разбирал, она уже почти холодная была. А сейчас через перчатки печёт, дым идёт. Короче, она ещё горячая. Вот так она пока сейчас выглядит. Но она, видите, горячая. Короче, пусть остывает, а я пойду пока дома печку затоплю. Полчаса пролежала она на улице. Ещё горячеватая, чуть-чуть так снежком притрусил её. Пар просто идёт. Всё, пробуем отбивать. Я её тут прихватывал в трёх местах, чтобы случайно не потекло на меня это всё. Сейчас, если через камеру получится, отбить. О, вылазит сама. Вот такой цилиндр. Многовато я сегодня. В прошлый раз мало. В этот раз, наверное, многовато залил. Так, ну ладно, сейчас выбью дальше. Чё-то он раком пошёл. Покажу, что получилось. Ну вот, что получается. Достал вот это дно, где я отбил вот эту крышку как раз. То есть была вот так она стояла. А вот он вверх. Вверх пока что намного лучше. А дно, смотрите, опять наматывала слоями. То есть получается, или не прогрето было, или что это такое. Куском здесь, здесь. Сейчас проточим, просверлим внутри, посмотрим, что творится. Поехали. Ну, как всегда, дегазатор своё дело знает. Отличная получилась штучка. После пирометра может настроение поднимется. Слушайте, ну ёлки-палки. Ого. Хороша. Так, сейчас переверну, на другую сторону протачу вверх. Это было дно. Так, вы видели, я сейчас сверху снял. Наверное, только миллиметр. И вот оно, что наверху делается. Ну, то есть здесь больше, миллиметра два, снял. А вот по торцу снял миллиметр. Ну, сладенько всё. Второй раз давление даёт хороший эффект. То есть первый раз давление давал компрессором 8 атмосфер. А сейчас вот центрифуга уже, правда, с дегазатором. Прогретая форма. И чистенькая заготовочка. Сейчас я внутри её расточу, а потом уже сам без вас попробую ещё наждачкой шлифануть. Растачивать будем вместе. Сейчас двадцатым сверлом пройдусь, чтобы место было под державку. Более-менее место сделал. Пробуем. Продолжаем. Продолжаем. Продолжение следует... Ну вот, сейчас сниму, внутри вычищу, выдаю и рассмотрим на солнечном свете, что там приключилось. Вот он результат сегодняшний перед вами. Вот что получилось. Потом еще на экране большом посмотрю, может где-то что-то замечу, но пока даже бывает где-то кают запора, а потом бах! Это грязь, просто уже от перчаток. Так, вот поверху, здесь наждачкой прошелся, здесь просто резцом. Но это налипало на резец, видать, и вот эти вот крапушки, это наоборот выступы, как стружка, не стружка, это не отверстие. Вот здесь тоже прилипло все. Ну, вам сейчас виднее, чем мне. Кажется, как будто здесь что-то есть, какие-то маленькие-маленькие поры. И вот внутри. Так, теперь внутри показать. Внутри показать. Вот оно что внутри. Тоже никаких шлаковых образований, потому что бывает, когда заготовку цельную плавишь, а потом сверлишь. Там внутри, в середине шлак. Бывает. Здесь чисто. Не знаю. Просто дегазатор это все сделал, сработал. Или совместно с центрифугой. Но заготовочка сегодня получилась хорошая. Не отличная, конечно. Если вот это вот мелкие поры с этой стороны, то не отличная. А так, а так нормально. Все, короче, нормально. Пошел я разбираться с пирометром. Надо покупать батарейку и смотреть, что там виновата. Пирометр или батарея. Может быть, в следующий раз уже все-таки с пирометром выйдет. Всем удачи. Пока. До новых встреч.